Здравствуйте! В эфире YouTube-канала 6TVBuy, очередной выпуск передачи «Судовый конвейер», из которой вы узнаете о наиболее интересных судебных делах, имевших место за прошедшую неделю ноября 2020 года. О них вам расскажу я, журналист Владимир Лапцевич. Ни дня без политических судебных процессов не проходят в Могилеве. Кого-то судят впервые, а счет от дела уже рассматривается в очередной раз. По всей видимости, завершатся такие суды еще не скоро, а точнее, как только разожмет свои посиневшие пальцы вцепившиеся за власть нынешний белорусский правитель, чья политика чарки и шкварки в этом году потерпела очевидный крах. И никакое помпезное открытие атомной электростанции или проведение парада во время коронавирусной чумы не спасают горе президента от полного репутационного банкротства. Ну а пока власть остается у него в руках, суды над теми, кто публично, но без разрешения властей высказал свое мнение, будут продолжаться. Сегодня в программе. Прогулка по Могилеву с трехлетней дочкой на плечах, но не в том месте, а не в то время, стоит 12 базовых величин, по мнению суда Могилевского района. Могилевский оппозиционный политик все-таки расплатится за публичную политическую деятельность по четырем протоколам. Так решил облсуд. Состряпанное Могилевской милицией дело в отношении активиста Объединенной Гражданской партии развалилось в суде. Ноябрь стал началом судебного процесса над обвиненной в коррупции экс-начальницей Управления культуры Могилевского горосполкома. 3 ноября 2020 года одной из подсудимых по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях стала Ирина Радченко, которая 13 сентября, гуляя по центру Могилева со своей трехлетней дочерью, несколько раз оказывалась рядом с участниками протестного шествия. Как заявила на суде молодая женщина, пришедшая на суд с мужем и ребенком, в тот сентябрьский день она приехала в центр города, чтобы вместе с дочкой принять участие в детском празднике у торгового центра «Атриум». Там женщина увидела, как сотрудники милиции жестко задерживали ни в чем не повинных, по ее мнению, граждан. Это возмутило Ирину, и она посчитала необходимым присоединиться к протестному шествию. Женщина при этом отметила, что она разделяет идею несогласия с официально объявленными результатами президентских выборов. Ирина Радченко также говорила, что еще одной целью участия в акции стал протест против беззакония, творимого в нашей стране. А выражать свой протест она имеет право согласно 35-й статье Конституции Беларуси. В свою очередь, закон о массовых мероприятиях, который должен был бы регулировать реализацию этого права, на самом деле не конституционен и нарушает права человека на свободное выражение мнения, утверждала женщина. Несмотря на это, судья Ленинского района Могилева Виктория Полякова наказала молодую мать штрафом в размере 12 базовых величин – 324 рубля. Этот вердикт суда стал вторым за последнее время вынесенной в отношении женщины. Ранее она была штрафована на 10 базовых величин – 270 рублей за участие в мирной акции в Могилеве 6 сентября. У меня есть базовые права, которые закреплены Конституцией. И данная статья, по которой меня судили, она нарушает это. И я считаю это абсурдным. Вот вы говорили на суде, что закон, по которому вас привлекают к ответственности, он не конституционен. А почему? Так как он не конституционен, потому что он нарушает мои права также. Было 35 статей Конституции Республики Беларусь. Также в свое время Республика Беларусь ратифицировала, ратифицировала такт ованы гражданских и правовых, гражданских и политических правах. И обещалась этот закон соблюдать. Но в данный момент она это не делает. Вообще приоритетом считаются все правовые нормы, международные нормы и Конституция Республики Беларусь. Поэтому закон наш, я считаю, не конституционный. Вы будете обжаловать решение? Мы будем думать над этим. Отметим, что подобные суды давно приобрели массовый характер. И обо всех их не позволяет рассказать формат передачи. А вот председатель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев, сразу отметим, многократно судимый за публичное мирное выражение собственного мнения, еще в сентябре был наказан сразу по четырем протоколам. А 4 ноября он попытался обжаловать штраф в размере 30 базовых величин по 710 рублей, который на него наложил суд Ленинского района Могилева в Могилевском областном суде. Особенностью рассмотрения жалобы можно отметить лишь конфликт, которым оно сопровождалось. Так, пришедших поддержать местного политика порядка 10 человек не смог вместить в выделенный администрацией облсуда маленький зал. Никаких других залов гражданам предложено не было. Работники суда ссылались на то, что везде ведутся процессы. Это возмутило как самого заявителя, так и пришедших с ним могилевчан. Они не пожелали присутствовать на заседании, где, по их мнению, не учитываются интересы обычных людей, интересующихся данным судебным процессом. В знак протеста Шанцев и другие покинули маловместительный зал судебных заседаний, где остался лишь судья и корреспондент Могилевского района. Впоследствии граждане написали множество однотипных жалоб на действия администрации облсуда. Из озвученных во время рассмотрения материалов дела следовало, что Владимир Шанцев принял участие в четырех, как их называют власти, несанкционированных массовых мероприятиях в центре Могилева 17, 18, 23 и 24 августа, за что суд Ленинского района 7 сентября и наказал политика штрафом. Шанцев не согласился с таким решением и обжаловал его. В качестве доводов неправомерности наказания политик указывал, что в жалобе, зачитанной судьей, что своими действиями, участвуя в мирных акциях протеста, он не нарушил, в частности, ничьих прав – общественный порядок, безопасность государства. Он напомнил, что международные организации многократно указывали белорусским властям на неконституционность нынешнего закона о массовых мероприятиях, его несоответствие Международному пакту о гражданских и политических правах, который ратифицировала Беларусь. Могилевский политик просил суд прекратить дело о привлечении его к административной ответственности по части 1 статьи 23.34 КОАП – участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Судья Климов, однако, посчитал иначе. Рассмотрев за 10 минут дело, он принял решение жалобу Шанцева отклонить, а постановление суда Ленинского района Могилева оставить без изменений. Ну, во-первых, первое решение было незаконным, политически мотивированным. При вынесении суда судью Ленинского района были проиментированы статьи Конституции 18, 23, 35 и 137. Вот основные статьи Конституции, по которым я, в принципе, не должен привлекаться не только к ответственности, а к ответственности должны привлекаться те люди, которые меня пытались привлечь, за то, что я по конституционным своим правам и делал право на мирный совершенный протест. Ну, а то, что сегодня произошло, с пришедшими людьми поступили вообще бесцеремонно, не предоставили для всех помещения, поэтому было принято решение покинуть суд, пускай суд, чтобы суд проходил в отсутствие. Ну, и суд длился, был скорый и несправедливый. Десять минут, и все осталось в силе. Ну, что тут можно добавить? Эти времена скоро закончатся, как бы кому ни хотелось. Будете дальше обжаловать, обращаться в международные инстанции? Ну, видимо, придется. Придется добиваться справедливости за пределами моей родины. А вот в Могилевском районном суде очередное дело об участии в протесте однопартийца Шанцева-могилевчанина Александра Царука полностью развалилось. Правда, ранее он провел под арестом почти месяц и даже был наказан штрафом в 1080 рублей, который на него был наложен за два дня до последнего суда и за день до освобождения из изолятора временного содержания. И 6 ноября был последним днем, когда Царука можно было привлечь к ответственности за акцию 6 сентября, поскольку истекал соответствующий двухмесячный срок. В представленных в суд Могилевского района материалах дела находилось видео и скриншот, которые, по мнению милиции, должны были свидетельствовать об участии активиста в массовом протесте. Однако на видео узнать Царука не удалось никому, а на представленном скриншоте изображение никак не соответствовало описанию. Подсудимый и его адвокат ходатайствовали о возвращении дела в РУВД на доработку. Но судья Елена Гуляшова решила иначе. Дело было прекращено за недоказанностью вины. Я расскажу, что было за прошлые суды. Прошлые суды, конечно, проходили. Но уже заранее было предрешено решение даже на последнем же суде. Если раньше они хотя бы делали какие-то перерывы, то на последнем суде, который у меня происходил по скайпу из ИВС, судья сразу после слова защитника стала зачитывать уже заранее написанный приговор. По сегодняшнему суду я могу сказать, что суд полностью досконально разобрался с моим делом и не найдя никаких моих нарушений, никакого административного нарушения, то есть он за недоказанностью дела прекратил его. Я считаю, что нужно добиваться справедливости, то, что не все суды, если по закону можно же добиться. Не все, правда, даже большинство судей, конечно, они заранее все это делают и не разбираются досконально в ситуации. Октябрьский суд Могилева 2 ноября 2020 года начал рассмотрение дела бывшей начальницы управления культуры Могилевского горосполкова Ирины Жабаровой, которая обвиняется в получении взяток. По делу также проходит экс-гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков. Экс-чиновница обвиняется в получении более 31 тысячи рублей взяток, а ее подельник, ныне продюсер в своей же фирме, в даче 550 рублей незаконного вознаграждения. Из зачитанного прокурором обвинительного заключения стало известно, что, находясь на управленческой должности, чиновница, по данным следствия, получала взятки с 2015 по 2020 год. Первый вменяемый ей эпизод касается получения денег от директора частного предприятия «Арт-концерт» «Можейка» 15 миллионов нединаминированных рублей за участие компании в обустройстве культурно-зрелищного мероприятия «Мой город славой легендарный» с элементами реконструкции и форсирования Днепра. Последнее получение от Лексакова вышеупомянутых 550 рублей за участие в организации праздничного концерта в ДК области на собрании, посвященном подведению итогов 2019 года. Всего чиновница, по озвученным данным прокуратуры, 8 раз получала взятки от «Можейка» и Лексакова за участие их компаний в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, устраиваемых Могилевским горосполкомом и его структурными подразделениями. Согласно материалам дела, Жабарова принимала деньги в подземном переходе у станции метро «Могилевская» в Минске, вблизи скоростных автотрасс, в своем служебном кабинете у гипермаркета «Е-Сити» в Могилеве. Жабарова свою вину не признала. Ее адвокат ходатайствовала перед судом об изменении подзащитной меры пресечения и освобождении из-под стражи. Однако судья Елена Селицова отклонила эту просьбу. В свою очередь Александр Лексаков, находящийся не под стражей, полностью признал свою вину, отметив, что уже не является гендиректором лазерных шоу-систем, а работает там продюсером. Он подробно рассказал о переданных Жабаровой 550 рублях, а также о других случаях взяток. По словам подсудимого, в 2016 году он впервые передал ей взятку. «Платят все. Вы у нас один не обелеченный», – пересказал Лексаков слова, якобы произнесенные Жабаровой, после которых он стал давать ей взятки за победы в организуемых городскими властями тендерах. Последнюю взятку в 550 рублей, как сообщил подсудимый, он передал Жабаровой 13 марта 2020 года. Затем по дороге в Минск он был остановлен сотрудниками КГБ, которые вернули его в Могилев. Там Лексаков дал признательные показания на Жабарову и не только на нее, а также на неназываемое по фамилии другое должностное лицо. В результате явки с повинной из ряда эпизодов дачи взяток Лексакову вменяется лишь последний – мартовский. Можейка по данному делу в качестве обвиняемого вообще не проходит. Это была передача «Судовый конвейер» на Могилевском регионе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. А я, журналист Владимир Лапцевич, с вами прощаюсь. Берегите себя.